Сегодня у нас тема сновидения. Одна из самых интригующих тем для каждого человека и для любой психотерапии, тем более для психоанализа. Фройд говорил, что сновидение – это королевская дорога в наше бессознательное. Что под этим понимается? Сейчас мы достаточно быстро с вами попробуем проговорить, понять, осмыслить и так далее. Каждый человек видит огромное количество сновидений каждую ночь. Это закон психофизиологии. Второе. Если мы возьмем человека, который абсолютно убежден, что он никогда не видел никаких сновидений, и он их вообще не способен видеть, это означает только одно. Утром просыпаясь, у него падает железный занавес, который отсекает его объективный внешний мир от внутреннего мира, в котором он жил во время сновидений. По какой-то причине между его внутренним миром и миром психики, фантазии и так далее стоит жесточайшая граница. Как железный занавес, который не дает возможности даже прикоснуться к тому, что было. Это защитный механизм. У каждого из нас работают защитные механизмы. То, что мы видим во время сна, и то, что мы вдруг немножко начинаем соприкасаться с этим, когда чуть-чуть просыпаемся, что-то запоминаем, некоторые записывают и так далее, это уже отличается от того, что мы видим во время сновидений. А то, что мы вспоминаем утром, это еще больше отличается. А то, что рассказываем психоаналитику на кушетке или в кресле, это еще больше отличается. То есть со временем защитные механизмы сознания начинают все больше и больше зашифровывать сновидения. Потому что сновидение – это чистый бессознательный материал, который выходит в таком... Он не может выйти в абсолютно чистом виде, потому что он может или угрожать какими-то переживаниями, тревогами, страхами, конфликтами или возбуждением, какими-то сумасшедшими чувствами невероятными, разными переживаниями. В сновидениях нет никакой логики, в них нет времени. Человек может быть рыбой, может быть половиной рыбы, мужчина может быть женщиной, женщина может быть мужчиной, ребенком и так далее, фантастическим существом, козерогом, единорогом, фантастическим. Разные-разные-разные совершенно образы. Нет никакой связи логической, ничего из того, что присуще нашей объективной реальности. То есть это абсолютно субъективная, абсолютно иррациональная реальность, в которой даже не существует хронологии времени. И фактически каждое сновидение, мы можем думать о сновидении, как о некой постановке, которая на сцене сознания делается бессознательным. И дальше сознание каким-то образом все это перерабатывает, защищает нас от каких-то вот таких вот невыносимых для нас, или неприемлемых, не обязательно невыносимых, это может быть неприемлемо по той или иной причине переживаний, чувств, фантазий. И как-то вот преобразует это в более-менее удобоваримую форму защитную. То есть то, что мы запоминаем, кошмар даже, в котором мы просыпаемся, все равно это уже переработанная версия того, что мы видели в сновидении. В чем смысл сновидения? Сновидение – это прямой контакт с бессознательным. Что делает обычный человек? Он видит сновидение, он пугается, он тревожится, он не понимает, или наоборот возбужден. Это сновидение непонятно. Если понятно, то это сновидение ничего не стоит, сразу говорю. То есть понятно – это значит, что сознание переработало сновидением так, что ничего там вам. Все, что вам понятно о сновидении, никакого отношения к бессознательному не имеет. И, соответственно, первое, что делает человек, он пытается как-то осмыслить это для того, чтобы избавиться или от тревоги, или успокоиться, а еще придать этому какой-то смысл быстрый. А, это вот об этом, об этом, об этом, об этом. А, ну все, можно успокоиться. Например, для этого прибегают к соннику. Сонник сказал, а, это вот об этом. Даже если там что-то нехорошее написано, но зато какой-то смысл есть. Все, окей, я понял, и вроде как бы мне стало все ясно. Все это не имеет никакого значения и никакого смысла. Я называю это рисунками на занавесе. Вот представьте, вы сидите в зрительном зале, и вы вспоминаете свое сновидение, или, допустим, вы рассказываете свое сновидение психотерапевту. Все, что вы рассказываете, это рисунки на занавесе, перед которым вы сидите в зрительном зале. И вы рассказываете на занавесе, вот там вампир за мной гнался, я не мог, мои ноги утопали в земле, я не мог бежать, был дом, но я не мог до него никак добраться, Это все рисунки на занавесе, о котором рассказывает человек, который видел сновидение. И дальше наивный психотерапевт вместе с таким пациентом будут рассуждать об этих вампирах, об этом, обо всем, об этих рисунках на занавесе. В то время как реальное сновидение продолжает происходить и развиваться за занавесом. То есть задача настоящей психотерапии, и в этом королевская дорога к бессознательному, заключается не в том, чтобы рассуждать интеллектуально о рисунках на занавесе, а для того, чтобы использовать сновидение, чтобы начать приоткрывать занавес и подглядывать, что там на самом деле на сцене происходит. Именно это и нужно каждому из нас, потому что там что-то сокровенное, там что-то важное, что-то, что бессознательное пытается нам донести, сказать, рассказать нам и так далее. Как это приоткрыть? Каким образом? Чем больше я думаю, тем больше я думаю о рисунках на занавесе, и тем больше занавес закрывается. Потому что думает сознание, оно как бы размышляет, там и так далее. Я боюсь, как я сказал, там какой-то маньяк, например, за мной гонится, там и так далее. В этой ситуации я совершенно не подозреваю, что все персонажи моих сновидений это и есть я. Это все моя фантазия, я режиссер-постановщик своего сновидения, это мое бессознательное. Нет никакого маньяка объективного, там еще, который за мной гонится. Это какая-то часть меня гонится за другой частью, какой-то один образ меня гонится за собой, там и так далее. Я режиссер-постановщик всего этого. Но не я сознание, а я бессознательное. Итак, каким образом вместо того, чтобы думать, открывать этот занавес? Сейчас наивный психотерапевт, выслушав сновидения, будет говорить, что вы думаете об этом сновидении. И вот это самый криминальный вопрос, какой только может быть, потому что он обращен к сознанию пациента, и пациент будет думать вместо того, чтобы открывать занавес и приближаться к своему бессознательному. Вместо этого наша задача со времен Фройда, задача психотерапевтов, психоаналитиков, помочь человеку не думать о сновидении, а постараться почувствовать и ассоциировать, фантазировать, говорить все, что ему приходит в голову. То есть двигаться от сознания в сторону бессознательного, к чувствам, к фантазиям, что приближает нас к этому внутреннему миру бессознательному. То есть фактически пробуждать, оживлять вот это сновидение. И таким образом, по мере того, как пациент начинает разрешать себе ассоциировать, фантазировать, говорить все, что приходит в голову, не думая, не стараясь, не логически не перерабатывать, правильно, неправильно, хорошо, нехорошо говорить, занавес начинает приоткрываться, и мы начинаем попадать на сцену, на сцену, где разыгрывается тот самый внутренний конфликт, который и проявился в сновидении. Например, если мы видим вампиров в сновидении, вполне возможно, человек скажет, я вчера вечером видел фильм про вампиров, и это вот именно поэтому у меня сон про вампиров. Ваше сознание будет использовать эти образы накануне для того, чтобы одеть сновидение в эти образы, какие-то, которые вам понятны, в эти одежды. Но сам сценарий, само действие, сам внутренний конфликт будет совсем о другом, более важном для пациента. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы не интеллектуально рассуждать о своих сновидениях, не быстро их схлопывать, а наоборот дать им пространство жизни, фантазировать, ассоциировать, и тогда мы начинаем чувствовать биение нашего живого, бессознательного. И вот после того, когда мы приоткрываем этот занавес и погружаемся на эту живую сцену бессознательного, немножко пожив в этих фантазиях, ассоциациях, мы начинаем размышлять и думать об этом. То есть сначала мы должны оказаться на сцене, почувствовать это сновидение, пожить в нем, и дальше снова вернуться в зрительный зал, начать размышлять о нем, что оно хочет нам сказать. То же самое происходит с картинами. Если мы размышляем о великих картинах, любой картине, размышляем просто в лоб, смотря вот это, включаем голову, пытаемся что-то понять, мы бесконечно далеки от скрытых смыслов этой картины. То же самое мы должны почувствовать, решить себя чувствовать, фантазировать, ассоциировать. И тогда картина, ее скрытые пласты, которые бессознательная художника пыталась нарисовать, начинают раскрываться, и мы начинаем чувствовать что-то более глубокое, что-то более важное в этой картине, чем мы думали об этом головой. Таким образом мы можем войти в контакт с тем бессознательным великих художников, которые рисовали что-то не сознанием, сознательно, а своим бессознательным. То есть они рисовали эту картину, сами не зная, какие скрытые глубинные смыслы они в нее вкладывают. Но у нас появляется шанс с этим бессознательным великого художника войти в резонанс благодаря вот этой технике работы со сновидением. Чувство ассоциации фантазии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин